Радио 54 Сначала я решил помогать просто деньгами Собирать, то есть у нас есть определенная аудитория Есть подписчики, которые должны были собирать определенный фонд То есть вы не один У вас есть люди, которые... Да, есть люди, то есть подписчики, которые Я ожидал, что будут скидывать нам денег Чтобы выполнять этот фонд ежемесячно И тратить его именно на пенсионеров То есть делать эту акцию не для показухи Один раз сделал и все, видос сделал, там проперился А сделать это... Регулярно Регулярно, чтобы эта акция была в Новосибирске регулярно Дальше я хотел, чтобы к нам подключились другие города У нас были бы филиалы, но не все тут так гладко было, как я хотел То есть, ну, это не то, не то После этого долго я размышлял Целый год Год размышлял Общался с бабушками по телефону Они рассказывали, что действительно не хватает И тут я уже понял, какие деньги Им нужна помощь Общение Нужно общение, помощь Ну, не факт, что материальное Там по дому можешь помочь Может быть... В магазин сходить В магазин сходить, может быть, с лекарствами, что-то так Ну, вот Значит, было трудно Трудно начать Потому что пенсионеры сейчас не доверяют Так как Много кто обманывает Те же ребята, которые ходят по квартиру Представляются, например, из газовой службы Вот бабушка рассказывала Наталье Николаевне, у которой мы были Вот недавно помогали Снег убирали Мешки таскали Там Соорудили стол Она рассказывала Что к ней приходили ребята Как ни странно В форме Газпром Какое они имеют отношение К газу в домах Не знаю? Нет Ну, мы не знаем Тут тоже Какое они отношение имеют В общем, говорят Вот, надо посмотреть Может быть, там трубку заменить А вот как раз связано Это с трагедией Магнитогорский Вот ходим, смотрим Они хотят на этом нажиться А мало ли, может быть, что еще и воруют Ну, есть еще тоже Про пластиковые окна Очень распространенная тема И вы в своем проекте хотите защитить Защитить? Хочу защитить Я хочу помогать Хочу защитить пенсионеров от такого Было просто трудно найти Я вот что говорю Потому что было очень трудно Они не доверяют Потому что боятся Ну, кто я такой? Я для них студент Которому 19 лет А что я могу сделать? И как вы решаете эту проблему? Как внедряетесь в доверие? Ну, с помощью видеороликов Потому что люди видят, что мы делаем Они просто языком, скажем так Говорим, что вот-вот Мы типа делаем, делаем Мы показываем Мы всю нашу работу показываем А также с помощью видео Мы собираем свой как бы фонд Который тратят пенсионеров То есть просто Мы приходим всегда с гостинцами Всегда что-то покупаем Там тортик, чаю, продуктов Также наша команда там Убирается Помогает Просто помогает Вам нужны люди-волонтеры Или только материальная помощь? Нужны люди-волонтеры Скажите, как вам помочь? Куда зайти? Как проявить себя? Ну, на мою страничку ВКонтакте Можно найти меня, Евгений Кочкин Могу сейчас номер телефона оставить Давайте Записывайте 8-951-397-8055 Если вы знаете пенсионерам, которые нужна помощь Вы можете мне написать на WhatsApp Обратиться Либо набрать, но после эфира Чаще всего Какого рода помощь нужна пенсионерам? Что вы чаще всего делаете? Чаще всего Это помощь по дому Уборка снега То есть сейчас много снега привалило Они же не могут сами Вы к одним и тем же ходите Или каждый раз Это те, кто живут в своих домах Да, вы говорите Да, это те, кто живут Ну, если в частном доме что-то помочь Тоже помогаем Так Какой вопрос там был Вы к одним и тем же ходите Или каждый раз новых находите? Мы как бы и новых новых ходим И ходим к одним и тем же То есть за каждым пенсионером Которым мы побывали Мы закрепляем своего человека Чтобы за ним он следил Если что, у них есть наш номер телефона В случае чего Если телефона нет Мы поможем с телефоном Они сейчас в принципе недорого стоят Можно взять на Авито Какой-нибудь такой простенький телефон Для связи Опять же Спасибо людям Которые нам помогают Твой дом Твоя область Новосибирск 106,2 FM